Друзья, всем здарова! Вы на канале Никита Крылова. Всем добрый-добрый вечер! Мы прямо сейчас с Юлей находимся в Дубае. Вечер. День прошел так, насыщенно, насыщенно, насыщенно. Сейчас уже у нас где-то полдесятого, да, примерно? Вот. Просто, чтобы вы понимали, что я вот выхожу и думаю, ну почему бы не снять видео? Ну почему бы не снять? Все равно мы уже вышли, правильно? Тем более мы ожидаем, что шоу дронов сегодня должно быть. И мы посмотрим его. Да, наконец-таки мы его посмотрим. Вот. Думаю, почему бы вам его не показали? Да, я тоже очень надеюсь. Вот. Попробуем дойти до пляжа JBR. То есть, ну, главный пляж на Дубай-Марине, грубо говоря. Вот. Посмотрим, что там будет. Насколько хорошо, насколько плохо. Пока что, говорю сразу, вот, понимаете, мне с шоу дронами дронов не везет вообще никак. Так. Мы были с Юлей на экспо. И тут объявляют шоу дронов. А мы такие замученные. А Дубай-Экспо это, я вам скажу, там такая территория огромная, просто огромная. Там, ну, вот обойди ее. Ну, ну, там столько сил надо. И мы в одном конце шоу дронов, в другом конце. Мы бежим на это шоу дронов, уставшие. А потом мы знаем, что нам для того, чтобы уйти, надо будет в обратную сторону идти. Мы бежим, идем, да, реально. Это, ну, грубо говоря, минутам 20-полчаса идти. Это при том, что целый день мы ходили. Мы доходим туда, и там просто дрончики выстраиваются в рекламные разные конструкции. И все. Это... Разные эти, да? Компании. Да, да. То есть те, кто там помогал организовывать Экспо. Просто вот так. Сколько времени потратили? Могли бы лучше в павильон какой-то зайти. Это ужас. Интересно. Вот. Ну, а второе шоу дронов. Вы видели этот видосик? Мы так сбоку посмотрели. Было, как бы, достойно, но не все понятно, потому что сбоку. А сейчас мы надеемся, что все-таки на лучшие места зайдем, посмотрим. Может быть, там как-то и звук будет какой-то, не знаю. Еще нам, вот, те, кто здесь живут, периодически все равно мы кого-то видим. Кто-то нам что-то рассказывает, на экскурсиях знакомимся. Говорят, что когда много туристов, запускают часто салюты. Я говорю, а что их вообще запускают? В честь чего? Она говорит, ну, женщина просто говорит, да как, в честь чего? Говорят, в честь того, что просто это самое, туристам было хорошо, туристам было приятно. То есть, таким образом привлекают внимание. Вот. Мы слышали эти салюты, но толком не видели. Да, но салюты там не этот, не маленький. Мощные, мощные, да, очень мощные. Зашли с Юлей. Ну, возьми большой. В Макдональдс берем кофе, большой, я пару годков сделаю. А на сколько тут дешевле, чем в Старбаксе? Где-то на пару долларов, да? Ну, этот 13 стоит большой, а там 20 чем-то. А, 20 чем-то, а, ну почти в два раза, значит. Вот, ну нормально, честно говоря, по качеству. Прям Юля сама удивилась, обрадовалась. Короче говоря, в Старбаксе берем горячий, в Макдональдсе можно брать и холодный. Вот такой простой вывод мы сделали. Водянисники. Водянисники, да, немного в маке. Кофеечек. Вот. Нет, нет, спасибо, спасибо. Пойдем, погуляем. По пляжу, покажу, дубаек. А я все же сказал, да, что я в Дубае нахожусь, я не знаю. У меня как-то уже голова замочена целый день. Ну, мало ли подумают, что ты где-то в Столбачногорске. Может быть, где-то у нас. Да, 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 очень, очень схожие пейзажи. Очень. А кто-то не забил. Друзья, мы пока гуляем. Прямо сейчас, прямо сейчас идет финал чемпионата мира. Я обычно не люблю дады раскрывать, чтобы, ну, чтобы, как бы, иногда такой эффект присутствия здесь теряется и так далее. Ох, ветерок какой сильный. Прямо сейчас вот идет финал-финалище. Пустота. Пустота такая на Дубае-Марине, потому что все смотрят футбол. Я бы, честно говоря, тоже сварил футбол. У меня сейчас мысли о футболе очень сильно, в общем, где-то там. Но мы не можем найти нормальный экран нигде. Вот. Мы сейчас проходили, в кафешке что-то было, но там все забито. Вот. Прямо сейчас уже финал-финал. Там 120-ая минута. 3-3. Я не знаю, чем все закончится. Вот только что мы отошли, там что-то происходило. Надеюсь, что никто ничего не забил. Может быть, на пенальти и побываем. Вообще пусто. Я первый раз в жизни вижу, что пусто. И главное, все как это самое, знаете, как говорили, все ходят с мобильными телефонами и вот смотрят в них, смотрят, смотрят. Ну, мужики, естественно. Вот сейчас вот пройдет финал и вывалят все на улице и будут гулять. Кайф, конечно. Интересно. Смотрите, вот мужик продает лавки. Ему все равно, что кто-то подошел из покупателей. Он вообще ничего не хочет никому сейчас продавать, потому что идет финал Чемпионата Мира. Посмотрите, кафешки пустые. А все почему? Потому что здесь нет телевизора. Где есть телевизор, кафешки переполнены все. Это просто какое-то футбольное безумие сейчас здесь творится. Все, 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 все работники сейчас только одно смотрят. Вот, смотрите, мужики. Наверное, парфюм выбирают. Ну, как тут не пошутить. Юля сегодня молодец, не в лосинах. А вот девчонки отличились. Девчонки отличились. Я думаю, что штрафы лишат, потому что так ходить нельзя. Полиция нравов? Да. Два и так ходить нельзя. Вот, видите, сто штрафов пришло. Да. А все, оплачиваю я. А что делать? О, вон, я вижу толпа. Сейчас мы туда пойдем футбол смотреть. Все, мы нашли место, где сейчас будем смотреть футбол. Смотрите. Все, сейчас будут пенальти уже. Офигеть. 3-3. Ну, все, на пенальти, Юля, остаемся точно. Пока мы салюты должны. Наоборот, вовремя. Салюты, слышите, пошли салюты. Еще никто не победил. Заранее. Ого. Громожает, да как. Заранее решили лупануть, пока пенальти никто не бьет еще. Давайте чуть посниму вам салютик. Хватит, а сейчас спалит, больше есть футбол. Спасибо. Спасибо. Разве это не круто? У нас запрещены салюты. Вот, хоть здесь посмотрим. Короче, смотрите, тут толпа. Там толпа. Сейчас все максимально просто к любому экрану пытаются приблизиться. О, вон, смотри, тоже. Смотри, пошли сюда, Юль, вот сюда. Там он большой, но там, может, ничего не видно быть. Начинается серия пенальти. А, что там, опережается, что ли, события? Пошли туда лучше тогда. Там быстрее все идет, да. Не, нельзя пробраться даже, да? Мбаппе забил, Месси. Месси есть, Месси есть, Месси есть. Мне кажется, все просто радуются всем голам. Кто бы не забил. Где-то там работает телевизор немного быстрее. А, дело в том, что здесь все были за Марокко в полуфинале, когда Франция обыграла Марокко. А, Марокко это мусульманская страна, вот и все. Месси, 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 Месси! Так, сейчас будет следующий пенальти. Слушайте, тут часто говорят, атмосфера не хуже, чем на стадионе, ребята, говорят. Забили, забили. Да что ж такое, мы знаем счет уже, потому что там, там у них раньше телевизор работает. Промазал, француз промазал, все за Аргентину, однозначно. А это вообще что-то безумное. Вы за кого хоть болели, расскажите. Не знаем еще кончательного счета. Все может поменяться. Я знаю, что такое футбол. Я прекрасно это знаю. Забил, забил аргентинец. Я слышу, я слышу. Проходи, проходи. У меня такое впечатление, что Арабские Эмираты, понимаете, выигрывают они Аргентина. Он забил, забил. Он забил. И сейчас французов есть. У нас есть французов. Однокровно. Молодец. Замечательно. Я камеру не включаю. Не для того, чтобы вы что-то знали. Просто прочувствовали эту атмосферу. Но он не забьет. Победили. Победили. Забьет. 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 Соседняя кошечка закричала. Все. 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 Чемпион. Аргентина чемпион. Месси чемпион. Арабские эмираты. Как будто это они победили на чемпионате мира. Как такое возможно? Как они болеют за Аргентину? Сейчас начнется шоу дронов. Мне интересно, как это отразится или нет. Все. Все ждут Крут Почеты Месси. А мы ждем шоу дронов. Все. Смотрите. Колесо. Колесо начало гореть. Аргентина. Смотри. Смотри. Горит. Аргентина. Аргентина. А, все. Только что счет был на табло там. Сейчас, думаю, снова будет. Аргентина. Колесо в честь Аргентины подсветили сразу. Вот что значит быстро работают. Круто, конечно. Круто, конечно. Ну а что? Гулять теперь всю ночь будут эмираты? Или как? Я не понимаю. Пошли в ту сторону? Да, не считай. Все просто не за Аргентину. Все за Месси. Я уже понял. О, да. Колесо в честь Месси подсветили. Офигеть. Но это заготовочка. Они ожидали этого. Я не удивлюсь, если сейчас и шоу-дронов тоже что-то будет связанное с Аргентиной. Это я вообще не удивлюсь. Француз держится за голову. Конечно, ему обидно. Но сегодня могла победить только одна команда. И это команда Арабских Эмиратов. Такое впечатление, как все радовались. Я не знаю, может быть, здесь отношение к Европе немного такое. Возможно. То ли просто, я же говорю, из-за того, что Марокко выбили французы. Вот. И они решили, что мы будем болеть за них. Хотя, в основном, что здесь не Эмирация, а местные. Потому что там в финале, типа, команд Месси. Не, ну там Бапе тоже, ничего себе. Как легендарный. Там мужичок-то такой. Ого-го. Ну, Франция уже выигрывала. Франция выигрывала, да. Ни одна команда не выигрывала два раза подряд. Правило подтверждается. Но, судя по Дубай-Марине, празднование отменяется. Потому что просто резко все переключились на обыденную жизнь. Все кафешки стали пустить. Не знаю, где-то здесь показывали футбол. Вообще нет. Никто уже в телефоны не смотрит. Все резко взялись за работу. Дело время потери час. Знаете, что называется. Классно. Не-не-не-не. Я думал просто мы пойдем как бы... О, сюда, вот. Я же думаю, где же это самое? Где... Господи. Где вот... Тая... 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 Все. Все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 вот остался позади мы уже вот 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 так вот так вот так прошли прям сейчас по пляжу шагаемся спокойненько тут куча ночных заведений но так смотрю честно говоря пустовато не знаю с чем это связано возможно цена здесь вот такая не низкая но хотя это район как бы все знают куда все знают куда приехали вот поэтому может быть позже может быть всех 12 только начнут а сейчас как как нормальные люди до 12 где-то сели спокойненько в квартире к и у кого-то посидеть и уже подготовленными прийти так периодически вижу аргентинские флаги вот там где-то в машине было там чуть слабовато сегодня такие тачки обычные хендай автобус даже стоит какой-то мы шли как-то разок с юлей так здесь были пробки прям хорошие из феррари всяких о тоже вон аргентина кадиллак еще вот за кадиллаком а еще один кадиллак я думал майбах у меня такое впечатление что это не аргентинец ну значит аргентинец да слушайте вообще как говорится с детства за аргентину все тоже за аргентином тоже наверно за аргентином так а мы как давай бесконечность я даже не знаю где эта пробка может закончиться здесь на давай лучше так пройдем тут вечерком я понял уже кайф этот вечером вот это все становится в одну большую пробку вот ты выезжаешь на крутой тачке на кабриолете в основном были просто на очень крутой тачке и стоишь в этой пробке вот в чем фишка понимаете но сейчас чуть-чуть не тот случай вечером это наверно часов 9 а сейчас уже 11 уже в основном все припарковались и самая и где-то тусят одни аргентинцы еще праздную вот аргентина тоже вон аргентинец тоже на кабриолете так слышу аргентинцы сигналят о аргентинский мини купить слушайте столько это самое в белых одеяниях видимо арабы не знаю местные да 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 две мини припарковано запорожцы запорожцы с него и срисовывали до жука с мини так сейчас где-то я просто камеры не выключая где-то а вот блин только что прошли вот вот футболочка хоррин диски так не выключая чтобы где-то тут только что слышал такое пение аргентинская прям а это вот видите уже все припарковались раз два три это не фанаты аргентины это просто фанаты дубая и этого райончик они уже припаркованы они уже занимаются привычными делами где-то в баре так мазарате марседесик крузак конечно общение в тему 300 и по моему да вообще все ну как-то понище да да но улица видите она как бы сейчас кажется пустоватой но намного более живая чем когда мы шли намного прям живее на час все уже все расходится просто по домам номер 1 2 1 2 3 4 4 5 семерок и не знаю сколько номер такой стоит потому что у них не котируется семерочки только у нас возможно мы будем сворачивать с этой улочки выходить уже ну можно так сказать от моря смотрите сразу сколько доставщиков стоит видите вот это вот в кучах о катар кто за катар кто за аргентину кто за что сколько доставщиков сейчас видимо все но на самом деле уже все дома все празднуют кто не празднует кто просто дома ну наконец у них появилась работа до этого они здесь стояли просто смотрели в телефон кто же победит кто же победит выходим на привычную панораму зенит до лифт зенит обалдеть а кстати а с этой стороны еще не привычная панорама девушка прошла неприлично одета вон сзади наверное сейчас вы видите обращаю внимание теперь на всех я кто как одет а вот чем дальше от моря тем все на самом деле райончик становится такой более привычный более спокойный а если вы уедете чуть вообще с этого района не знаю в любую сторону вот в сторону дейры там вообще все как было так и есть мегаполис что-то скажешь где-то ночная жизнь полным ходом где-то она уже останавливается мы пришли домой же чекнуть как хочется чекнуть хочется все друзья буду заканчивать видео честно говорю чур я не знаю как-то подустал сегодня очень длинный насыщенный день у нас был вот и вечер такой достаточно эмоционально все будьте здоровы будьте счастливы всего сам самого вам наилучшего испытания как можно больше разных эмоций но чтобы всегда позитивных было больше чем негативных вот сейчас на отдыхе тоже думаю ну чуть 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 говорить то что устал они скажут да ты вообще в дубае на отдыхе чё ты жалуешься я не жалуюсь я просто говорю что как есть как я могу улыбаться если такая ну усталость присутствует вот поэтому как то так давайте да чтобы позитива было больше в нашей жизни тем более в такие времена все здоровья счастья пожелал остается пожелать самое главное мира всем нам пока и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok